Компания по переработке бытовых отходов «Чистый мир» и экологическая организация «Зелёная Ланя» приступили к установке специальных контейнеров для раздельного сбора мусора на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям. В каждом контейнере по три отсека для сбора пластика, бумаги и металла. Одним словом, материалы, которые можно переработать. Благодаря экологической акции могут сократиться объёмы отходов, которые отправляются на мусорный полигон. «Помимо образовательных учреждений, контейнеры для сборов торсыря ранее были установлены на городских улицах и территориях ряда организаций. Компания «Чистый мир» начала свою деятельность на территории республики более года назад. За это время удалось вывести за пределы страны около 400 тонн мусора для переработки. Идея внедрения раздельного сбора мусора принадлежит выходцам из Южной Осетии Андрею и Вадиму Тедеевым. Нужно отметить, что руководство компании трудоустроило около 15 человек. На сегодняшний день организация арендует помещение на территории завода «Вибромашина». Здесь складируется, сортируется и прессуется мусор. Но, к сожалению, условий для работы в помещении нет. Это приносит трудности рабочим, которые здесь трудятся. С этой проблемой руководство компании обратилось и в администрацию города. Руководство столицы заверило, что в ближайшее время будут предприняты меры для решения вопроса. «Мы на будущий год планируем полигон твёрдых бытовых отходов открыть. Там у нас будет 30 штатных единиц. Может быть, каким-то образом этих ребят можно там привлечь, чтобы там и ангары есть большие, там оборудование готово. То есть, это серьёзная вещь. Мы готовы их поддержать, этих ребят». Для удобства жителей сотрудники компании ежедневно объезжают улицы, собирают отходы, пригодные для переработки. Как рассказала исполнительный директор организации Велина Кобесова, некоторые жители города пренебрегают условиями раздельного сбора бытовых отходов. Специальные отсеки бросают и весь остальной мусор. Это портит перерабатываемый материал и, конечно же, добавляет работы сотрудникам компании. Они, в свою очередь, готовы помогать и вывозить мусор. Но нужно помнить, что главное зависит от нас, жителей республики.